Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже!» И рассказать вам несколько больше про эрозивный гастрит. Часть людей знают, что у них есть эрозии в желудке. И занимаются лечением с разными результатами. А часть даже не подозревает, что у вас есть эрозивный гастрит. А это серьезная проблема. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, что такое эрозивный гастрит. Также вы узнаете основные причины, из-за которых появляется эрозия в желудке. Ну и неблагоприятные осложнения, которые при этом могут присутствовать. И вы, оценив свой уровень здоровья, сможете предположить. Возможно, у вас тоже есть эрозивный гастрит. Я вас понимаю. Далеко не все любят делать гастроскопию. Достаточно сделать более простые исследования. И вы будете больше понимать в этом вопросе. Поэтому смотрите это видео дальше. В нем я, врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Расскажу вам несколько больше про этот очень непростой, но очень коварный диагноз. Под названием эрозивный гастрит. Что такое эрозии в желудке? Это поверхностные дефекты слизистой оболочки. Напоминающие небольшие ссадины на коже. Вы обращаетесь за медпомощью в таком простом случае? Чаще всего нет. С желудком часто поступают аналогично. Знают, что есть эрозивный гастрит. Или догадываются, что есть эрозии в желудке. Но! Редко доводят лечение до излечения. Либо вовсе не начинают лечение гастрита. А слизистая оболочка желудка прекрасно устойчива к действию кислот. И легко выдерживает одну из самых сильных кислот — соляную кислоту. С pH на высоте пищеварения — pH доходит до 0,9. Переваривание белковой пищи в желудке происходит в диапазоне pH от 0,9 до 2,5. И сохраняется при снижении кислотности до pH 4,5. Поэтому вне зависимости от кислотности желудочного сока — нормальную кислотность, либо даже повышенную кислотность — это не может быть причиной образования эрозии в желудке. А основную причину, почему появляется эрозивный гастрит — вы узнаете прямо сейчас! Эрозии либо язвы в желудке возникают не в кислой среде, а в щелочной среде. Каким путем щелочи попадают в желудок? Самая частая естественная причина эрозии в желудке — доденогастральный рефлюкс. Которому сопутствует дискинезия желчного пузыря. В этом случае я бы сказал — это самый главный диагноз! Иными словами — происходит заброс содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок вне процесса переваривания пищи. При этом в желудок попадает желчь. А в составе желчи pH 8,5 обеспечивает пищевая сода или гидрокарбонат натрия. При этом у вас может появиться не связанная с приемом пищи отрыжка. Если способность вашего желудка вырабатывать соляную кислоту не нарушена. А также в любое время чаще утром могут появляться тошнота, изжога, горечь во рту. Пока на фоне доденогастрального рефлюкса ваш желудок еще способен вырабатывать дополнительное количество желудочного сока. Достаточного для нейтрализации пищевой соды и обеспечения полноценного переваривания пищи — других признаков нет. Первично желудочного сока не хватает, чтобы обеспечить переваривание белковой пищи в желудке. Особенно при нестабильном рационе питания. И ваш желудок попытается вам помочь дольше обычного удерживания пищи в желудке. И вы это чувствуете — желудок полон после еды более длительное время. Если же вы не стремитесь помочь своему желудку — у него вариантов всего два. Либо рвота съеденной, но не переваренной пищей — что лучше. Либо пища перемещается в кишечник — что хуже. Непременным индикатором этого процесса усиливается вздутие живота или вздутие кишечника. Или по-иному называется метеоризм. Вследствие чего появляется дисбактериоз кишечника — на не переваренной пище начинают развиваться патогенные микроорганизмы. Надежный индикатор этого процесса появляется либо усиливается выделение газов с характерным запахом. И с этого периода времени начинает сокращаться продолжительность вашей жизни примерно на 30%. А без контроля рациона питания появляется угроза и для собственной жизни. Кардиологический риск и риск внезапной смерти находятся в прямой зависимости от скорости развития и выраженности вздутия живота. Если передвижение содержимого по кишечнику сопровождается активным всасыванием продуктов вниения в кровь — появляется неприятный запах от тела. Или неприятный запах при выдохе. И процесс вниения уже не локализован в кишечнике при хорошей работе вашей печени. А стал доступным всем органам и тканям. А газы из кишечника при этом могут выходить в меньшем объеме. Понятно где они теперь находятся. Одновременно меняется состояние крови. Увеличивается вязкость крови. И появляется вегетососуистая дистония. А в зависимости от индивидуального уровня здоровья и вашей реактивности — возможны варианты. Вегетососуистая дистония по кардиальному типу показывает, что вашему сердцу тяжело обеспечивать циркуляцию более густой крови. И периодически появляется боль в области сердца. Усиливающаяся от разных причин. В связи с приемом пищи либо напитков. С эмоциями либо физическими нагрузками. С погодными либо климатическими особенностями. В любом варианте постепенно развивается миокардия дистрофия или дистрофия сердечной мышцы. С постепенным снижением сократительной способности мышц сердца и развитием кардиосклероза. Если вашему сердцу сложно обеспечивать снабжение клеток и органам нужным количеством крови. Появляется вегетососуистая дистония по гипотоническому типу. Или гипотония. А также темные круги под глазами. С периодической централизацией кровообращения появляются холодные кисти или стопы. Это достаточно опасные для здоровья и для жизни признаки. Активная реакция вашего организма и появляется вегетососуистая дистония по гипертоническому типу. Или гипертония. Организм не страдает. Но! Ценой более высокого кардиологического риска в виде инфаркта либо инсульта. Все зависит от состояния сосудов. Выпадение волос на голове может усиливаться на любом этапе. Истончение волос, торможение роста волос показывает нарушение процесса переваривания пищи. Активное живопадение волос — и нарушение очищения крови. На таком благоприятном фоне могут развиваться любые воспалительные, дистрофические, атрофические процессы в вашем организме. Правильное питание и полное очищение организма необходимо всем активно функционирующим клеткам. Правильное питание разве что нет необходимости в нем неспособным к размножению эритроцитов и тромбоцитов. Но! Уровень их в крови — я имею в виду анемия, тромбоцитопения — может снижаться по причине избытка токсинов различного происхождения. Хуже — если у вас при сохранении рефлюкса исчезла отрыжка. Что может отражать отсутствие соляной кислоты в желудочном соке. Особенно плохо если появилась отрыжка при употреблении углеводистой растительной пищи. Что может означать уже начавшиеся бродильные процессы в желудке. Скорее всего в желудке атрофический процесс. Есть кишечная метаплазия эпителия. А возможно язва желудка. Иными словами происходит более активное движение в сторону рака желудка. Прекрасно если вы искали как вылечить эрозивный гастрит. Пока у вас только дискинезия желчного пузыря и эрозии в желудке. Несколько хуже если вы пропустили этот этап. И вас уже интересует как вылечить эрозивный гастрит. И одновременно избавиться от сдутия живота или метеоризма. Как вылечить дисбактериоз кишечника. Либо устранить и остановить выпадение волос на голове. Как избавиться от неприятного запаха от тела. Вылечить ветососудистую дистонию. И снизить кардиологический риск. А также возможно предупредить рак желудка. Вам нужна возможно более подробная индивидуальная консультация врача-диетолога-фитотерапевта Бориса Скачков. И при наличии времени я такие консультации даю. Либо ищите на моем канале новое видео «Как вылечить эрозивный гастрит». А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте на него поставить лайк. А я подумаю как лучше написать следующее видео для вас. Чтобы вы жили лучше и дольше. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачков и Школа Доктора Скачков! Субтитры сделал DimaTorzok